Девушки отдыхают Девушка громко плакала. Отец малышки уверен, что органы опеки перестраховались, боятся потерять свои места. Но как объяснить тот факт, что в этой же семье от голода и истощения уже умер один ребенок? В Антоне в жизни когда-нибудь объяснял, что вообще человек не рожден в этом мире для удовольствия. Дочь умерла от передозировки. Старики думали, хоть внука удастся воспитать. Куда там? Внук уверенно движется по стопам своей покойной матери. У нас потолки почернили даже в квартире. Чушь собачья, чушь собачья. Да на вас из святой водой вызвать, вы зашипите. Черная магия. Коты-колдуны. Зловещие снадобья. Нет, это не фильм ужасов. Это жизнь соседей, чьи судьбы переплелись в одно разбирательство в суде. Истец Геннадий Карманов просит отменить решение органов опеки и освободить опекуна от своих обязанностей, а также вернуть ребенка на воспитание отцу. Ответчик, представитель органов опеки и попечительства, иск не признает. Слышается дело Карманова Геннадия Петровича с исковыми требованиями об отмене решений органов опеки и попечительства, которым отказано в освобождении опекуна от исполнения им обязанностей опекуна в отношении малолетней дочери истца и возвращение ребенка на воспитание отца. Ответчиком у нас является представитель органов опеки и попечительства. Также у нас в качестве третьего лица выступает Якушина Ольга Ивановна. Вы являетесь сейчас опекуном ребенком. Да, пожалуйста, истец, обоснуйте ваши исковые требования. Ваша честь, я человек пожилой, я от жизни ничего не требую, только одного – взять на руки свою родную дочь и сказать ей «Здравствуй, доченька». Мне в этом отказывают, и я пока не понимаю, почему. У нас с женой несовершеннолетняя дочь Виктория Карманова. Ей недавно исполнилось три года. Ее отняли, когда я был на заработках. У меня вахтенный метод. Полгода работаю, месяц дома. И вот когда меня не было, пришли, отобрали. Жену ограничили в родительских правах. Я когда узнал, что родную кровиночку отдают в чужие руки, я сорвался, запил, выгнали с работы. Мы не были женаты с женой. Мы сразу подали заявление. Нас расписали. Я установил... Признали. Да, признал как отец. Теперь я на законных основаниях законный отец Виктории. И мне не могут отказать, потому что перед законом я чист. Так, ну давайте мне о свидетельстве о рожжении. А что у вас еще есть? О заключении брака, об установлении отцовства и свидетельство о рожжении Виктории. Так. Пожалуйста, только на опеке. Сказочник просто, ваше честь, извиняюсь за отступление. Органы опеки отказали ИСУ аргументированно. Все дело в том, что когда соседи узнали, что этот вот гражданин хочет вернуть себе дочь, написали коллективное письмо. 50 подписей, ваша честь. Они все против того, чтобы девочка возвращалась в эту семью. А все почему? Потому что мать Виктории, Елена, уже была осуждена за убийство дочери. Она отсидела свою честь. Не надо меня перебивать. Эта история произошла 9 лет назад. 9-ти месячная малышка весила всего 3 600. И умерла она от голода и переохлаждения, ваша честь. Тогда практически весь состав органов опеки уволили. И всех на... Не прекратите меня перебивать. Истец, истец. И глава администрации выговора получил. Но не в этом дело. Женщина была осуждена. В местах лишения свободы она родила мальчика, которого там же и оставила. Потому что ребенок родился инвалидом, и она его там, когда освободилась, оставила в доме малютки. Вспомнили инвалида. Инвалидом стал-то он потому, что там так принимали роды. Да вы помолчите наконец. Истец, истец. В дальнейшем, когда 3 года назад родилась у этой неблагополучной мамаши дочка Виктория, она находилась под контролем органов опеки. Мы не можем допустить опять такое отношение к ребенку. И когда в один момент соседи позвонили нам, что ребенок надрывается, там один кричит в доме, у них частный дом, мы немедленно выехали, стучали, стучали, никто дверь не открывал. Пришлось дверь ломать. И что мы обнаружили? Это злополучная мамаша Елена спит в пьяном угаре. Ребенок доел последней объедки и рыдает от голода, ваша честь. Естественно, мы ребенка изъяли, а затем мы передали ее опекунам. Очень хорошие люди, добропорядочная семья. И тут через год появляется новоявленный папаша. Я не новоявленный, я законный отец. Не надо меня перебивать. Мы решили все-таки на его просьбу ответить, проверили. Жилищные условия, ничего не изменилось. Пустые бутылки. По словам соседей, те же драки. Мало того, он очень скандальный гражданин. Как напьется, гоняется с поленом за женой. И он еще хочет воспитывать ребенка. Ваша честь, как можно вернуть девочку в такую семью? Мало того, что мать ограничена в родительских правах, и папаша такого поведения. Зачем калечить жизнь ребенку? Она с голода хоть опекунов... Вот у меня, пожалуйста, опекунов, расскажите. Я прошу прощения, а где ваша супруга-то? Моя супруга прошла лечение от алкоголизма, собирает документы, чтобы ей вернули. Почему она не пришла в суд? Потому что она собирает документы, чтобы ей вернули. Давно собирает? Ну как, ну как, вот я вернулся, нас зарегистрировали. Это сколько уже по времени? Ну вот я два месяца с опекой не могу. Я бьюсь, что одну бумагу принеси, то другую. Почему ваша жена не пришла в суд? Потому что ей не был нужен первый ребенок, ей не был нужен второй ребенок, и третий ребенок ей тоже не нужен. Это неправда. Пожалуйста, я вас слушаю. Я считаю, что этому человеку отдавать ребенка нельзя ни в коем случае. Об этой семье нам в свое время рассказали волонтеры. Когда я пришла в дом малютки, на девочку невозможно было смотреть. Она была как затравленный зверек. В своем возрасте она не умела ни разговаривать, ни ходить. Выдумки все это. Вот у меня есть медицинские справки. Простите, пожалуйста, вы можете это доказать, что это выдумки? Она может доказать? Ну, конечно, конечно, вот у меня справки есть. Там столько было диагнозов у ребенка. И дистрофия, и рахит. Никто ребенком не занимался. Ребенок был запущенный. Просто до нельзя. А вот сейчас год она живет у нас. И вы знаете, она и бегает уже, и разговаривает полными предложениями. Мы наняли врачей. Она посещает отдельно психолога. Она посещает логопеда. Вы бы, отец бы видел, вы ей ни фруктов не давали, ничего. Она первый раз игрушку у нас увидела. Она хоть наконец-то поела хорошо. А то объедками питалась. Мы это заставили. Ничего не видела. Я хочу, чтобы вы просто поняли сейчас всю сложность ситуации. Пройдет какой-то период времени, и это может стать известно ребенку. Обязательно кто-нибудь из соседей сейчас что-нибудь расскажет по доброте душевной. Она сейчас вас мамой называет? Да, конечно. Она уже фактически год живет у нас в семье. Она их не помнит. Его она вообще никогда не видела. Вот как сейчас ее из прекрасной, сытой, благополучной семьи забрать и опять отдать вот в те условия? Мне ваше заключение и документы, выпуски из истории болезни. И письмо вот тут коллективное. Вопрос. Истец, скажите, пожалуйста, в тот момент, когда вы написали заявление о том, что вы признаете себя отцом ребенка, какую материальную помощь в содержании девочки вы оказывали? Да я все, что зарабатывал, все привозил, Ленке. Куда? В дом. В дом. А скажите тогда, поясните, пожалуйста, почему у ребенка в момент отобрания официально поставлен диагноз истощение и дистрофия? Ну, я не знаю. Я в этот момент отсутствовал. Как раз зарабатывал. Вы юридически стали отцом. Следовательно, у вас появились все права и обязанности родителя по отношению к ребенку. Вот я вас спрашиваю, как вы исполняли свои обязанности? Мы, когда я получил права на ребенка, когда я их установил, и когда нас зарегистрировали, ребенок был отнят. И вы, как родитель, пришли к опекуну и сказали, нужно ли мне вам как-то материально помочь? Сколько денег мне надо давать на ребенка? Как я буду им помогать, если мне должны вернуть ребенка, и мне ребенка нужно будет кормить? Зачем же я эти деньги буду отдавать им? На период времени это ваша обязанность. Вы родитель, не лишенный родительских прав. Даже маму и папу лишенных родительских прав, это не означает, что они не платят алименты. Почему вы не платите деньги на содержание ребенка? Это ваша обязанность. Я занимался документами. Я просто, наверное, руки не дошли. Руки не дошли у вас, да, понятно? Ну, так получается. Сейчас ваша жена где работает? Моя жена не работает. Не работает. А как давно не работает? Никогда. Давно не работает. Давно, это полгода, год два. Как вышло из тюрьмы, так и не работает. Как вышло, так и не работает. В тюрьме варежки шило. Так, а ребенок, который, к сожалению, инвалидом родился в местах лишения свободы, это чей ребенок? Наш ребенок. Ваш? А как ему жить в нашей деревне, где сто километров до ближайшей больницы? Скажите, пожалуйста. Кто ему массаж будет делать? А вы вообще знаете, где сейчас находится ребенок? Нет. Так, суд удаляется для принятия решения. Далее в программе. В Антоне в жизни когда-нибудь объяснял, что вообще человек не рожден в этом мире для удовольствия. Какая бы ни была мать, она для ребенка самая лучшая. Даже если она умерла от передозировки наркотиков, и в характере сына все ярче проявляются ее черты. Такая аура, прям чувство, негативная аура, вот прям вот с той стороны идет. Вот прям это чувство сразу. Галина, надо духами пользоваться, чтобы не чувствовать. Когда ребенок чувствует, что его ненавидят, ему снятся кошмары. Родители обвиняют в этом соседку. А в чем реальная причина страданий малыша, решит суд. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования ИСА, возражения ответчиков по заявленным исковым требованиям, заслушав третье лицо, в порядке рассмотрения административного иска, поскольку данная категория дел сейчас включена в кодекс по административным правонарушениям и рассматривается в качестве административного иска. Обжалуемое решение органов опеки и попечительства, которым ИСЦУ отказано в освобождении опекуна от обязанности опекуна в отношении трехлетней дочери и возврат девочки ИСЦУ, суд не отменяет и оставляет в силе указанное решение органов опеки и попечительства. Суд не отменяет обжалуемое ИСЦУ решение, потому что освобождение опекуна от его обязанности и возврат трехлетней девочки отцу не отвечает интересам ребенка. Истец, недавно установивший свое отцовство в отношении ребенка, имеет склонность к глупотреблению алкоголем, проживает совместно с матерью девочки, у которой ребенок первоначально был отобран, так как оставление девочки с матерью было опасно, а затем, я думаю, что, скорее всего, грядет, конечно, и лишение мамы родительских прав. В настоящее время мама не подала какого-либо заявления об отмене ограничения в родительских правах, поэтому суд исходит из того, что мама свое отношение к воспитанию, принятию участия в воспитании ребенка не изменила. Кроме того, суд установил, что опекуны выполняют надлежащие свои обязанности, обеспечивают девочку ходом лечения, занимаются ее развитием, заботятся о ее содержании. И благодаря этому суд считает, что для девочки на самом деле созданы наиболее благоприятные и необходимые условия для проживания. Истец и ответчик, суд огласил свое решение, дело закрыто. Это произвол. Отнимают у родителей детей, а потом чужим людям за это зарплату платят. В настоящее время органы опеки готовят документы для лишения отца и матери Вики родительских прав. Надеемся, девочка обретет свое счастье в семье опекунов. А мы за этим проследим. В этом суде жарко зимой и летом. Я люблю тебя, я люблю сына. Что мне сделать еще для этого? Что мне сделать, скажи? Чего? Не, правда, в тюрьме сиди там. Хотите знать, что ждет вас в будущем? Присмотритесь к своим детям. Ты мне больше не мать. Зачем ты ребенка подводишь под статью? Он же сядет так же, как сидел ты. Вот я считаю, что моя мама лучше, чем мать Терезы. Ты ей дал денег на аборт, а потом еще написал, в следующий раз предохраняй. Да с чего вы взяли, что я говорила себе? Не говорите, что вы не видели. Он обязан платить мне алименты. Обязан, а вот тебе они алименты, поняла Шельма. Битва за будущее. Он сейчас в больнице. Довела она его. Я довела. А кто, я что? Не кричите, не кричите. Каждый будний день с 14 до 15 на нашем телеканале. Истец Елена Горбунова требует, чтобы ее освободили от исполнения обязанностей опекуна над внуком. Ответчик, представитель органов опеки и попечительства, с иском не согласен, так как отмена опеки будет не в интересах ребенка. Слушается дело Горбуновой Елены Станиславны с административным иском об отмене решений органов опеки и попечительства, которым ей было отказано в освобождении ее исполнения от обязанностей опекуна. Ответчиком у нас являются представители органов опеки и попечительства, данной категории дела у нас рассматриваются с участием прокурора. Прокурор присутствует в зале. Благодарю вас. Присаживайтесь, пожалуйста. Так, истец, я вас слушаю. Ваша честь, я обратилась в органы опеки, чтобы они мне отменили обязанности по опекунству над моим внуком Лазутином Максимом. Я стала его опекуном в 2016 году, когда умерла моя единственная дочь от наркотиков. Не судите нас строго, но мы вздохнули с мужем с облегчением, потому что она с 15 лет на них сидела. Это ваша вина. Ответчик, не бросайтесь такими обвинениями, пожалуйста. Парень, с которым она начала встречаться, он был из обеспеченной семьи, и у него всегда были на это деньги. Мы сначала не знали ничего про это. Потом она уже родила в 17 лет, и было уже как поздно что-то сделать. Ну, зятя, так называемое, забрали в армию, но он там тоже умудрялся употреблять. В конце концов, он умер. Моя дочь в ногах валялась, умолялась, что она больше никогда не будет, что ради ребенка она завяжет с этим делом. Но, видимо, не смогла, потому что трудно завязать с этим делом, я согласна. Через два года после зятя и она от передозировки скончалась. Максим в то время жил с родителями отца своего в Питере. И он буквально умолял забрать его оттуда. Видимо, не сладко было. Ну, жалились, потому что внук же родной, оформила опекунство. Он же не должен за грехи родителей отвечать. Ну, сначала все нормально было. А потом этот возраст переходный, будь он неладен, его как будто подменили. Стал делать все назло. Деньги стал воровать. А в школе вообще с двойки на тройку стал учиться. Раньше нормально учился. Сейчас одни двойки у меня даже доказательства есть. Вот дневник, выписка из дневника. Ну, у меня муж больной, у него ноги больные. Закупорк вен. Ну, давление скачет. Я его все равно попросила. Говорю, ну, поговори с ним, как дед. По-мужски. Сама в магазин ушла, чтобы не мешать им. Ну, этот лоб чуть ему не убил. Я возвращаюсь. В комнате все перевернуто. А у деда лицо в кровь разбито. И деньги еще вдобавок все из кошелька вытащил. Ну, уже вот после этого, уже вот терпение лопнуло. Я обратилась в органы опеки. Говорю, снимайте с меня эту опеку, потому что уже просто невозможно. Пока он нас не убил где-то там. Ну, как же так? То берем, то отдаем. Это вам что, звереныш какой-то? Это ребенок? Ну, не справляемся мы, понимаете? Не справляемся. У меня уже просто сил нет никаких. Ну, а что дальше будет? Он потом сначала дед бьет, потом он меня будет бить. Скажите, истец, а там бабушка с дедушкой не могут взять его, да? Ну, я не знаю, там она больная, муж у нее умер. Я не знаю, я не могу сказать. Просто, Ваша честь, ну есть же какие-то интернаты для трудных подростков. Можно его туда на исправление отдать? Ну, вот правильно, еще в тюрьму его посадить. Про тюрьму никто не говорит. Я поняла вашу позицию. Итак, пожалуйста, органы опеки. Ой, Ваша честь, мы возражаем. Опека возражает против того, чтобы ребенка отобрать у бабушки. Не отобрать, отменить опеку. А как, скажите, органы опеки. Ваша честь, я... Нет, все, что вы мне сейчас произнесете, что так к детям относиться нельзя, нужно понимать ответственность, зачем надо было просить, это я все знаю. Нет, Ваша честь, я не понимаю. Вы в этой ситуации как себе представляете в этой ситуации, когда люди говорят, мы не можем справляться, мы ответственно понимаем, что мы справиться вот с этим возрастом и с этим поведением сами не можем. Вы что предлагаете? Да, ситуация очень сложная, поэтому мы пришли. Насильно заставить. Естественно, никто не может заставить людей заботиться о ребенке. Мы просим только подождать, Ваша честь. Речь идет о нескольких месяцах. Мы просим бабушку потерпеть, подождать, я не знаю, разобраться как-то в ситуации. Может быть, не так виновен ребенок. На самом деле. Подождите, отличик, а что изменится за несколько месяцев? Та бабушка, с которой мы связались по отцовской линии, у нее проблемы со здоровьем. Она ложится все время на реабилитацию в больницу. Капельницы, процедуры. Она единственное, что просит, поправить здоровье. Время ей нужно. А вернуть ребенка в детдом, это очень плохие перспективы. Понимаете? Перевоспитание в интернат, не в детдом. Он сейчас, ну какое перевоспитание, ну какое в 13 лет перевоспитание может быть? Ну проведите обследование, направьте специализированное учреждение, коррекционное. Что, проблема? Мы, ну к вам обратились, ну вы вызовите ребенка к вашим специалистам-психологам. Если, может быть, там правда какие-то хронические проблемы, которые нужно, чтобы специалист более углубленного профиля этим занимался, направьте к этому специалисту. Если там на самом деле требуется корректировка в поведении, в каком-то психологическом состоянии, направьте специализированное учреждение. Ну, слава богу, для детей сейчас все это есть. Ваша, я очень прошу, давайте поговорим с ним, с Максимом. Он не хочет в детдом. Я бы, я прекрасно понимаю, конечно. Ну, конечно, он не хочет в детдом. Так, пригласите, пожалуйста, в зал несовершеннолетнего. Свидетель ответчика, войдите. Совершенно адекватный, здоровый ребенок. Что вы так? Здравствуйте. Здрасте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Максим. Я не хочу жить сейчас с бабой Леной. Дело в том, что они меня уже достали. Каждый раз... Сам достану. Подождите, истец, не вопрос. У вас единственный путь отсюда. Мы все выходим, а вы едете сначала в органы опеки и попечительства, потом в распределители, а потом как они, где какое место найдут. Я не хочу в детдом, я хочу жить с бабой Машей. Еще раз повторю, еще раз повторю. Вы не сторона в процессе, и вы не можете что-то хотеть или не хотеть. Ну, расскажи вы всегда. А будет так, как я вам говорю, потому что другого варианта нет. Не потому что я такая плохая, а другого варианта просто нет. Я сейчас отменю, так, перестаньте здесь бубнить, вот большой. Я не могу даже сказать мальчик. А уже вполне себе мужчина. Дело в том, что... Вы как мужчина и принимаете мужские решения. Дело в том, что не так, как все здесь описано, все было. Я не бил деда, дело в том, что он... Есть не в этом вопрос. А вопрос в том, что ваша бабушка с дедушкой говорят, что они не могут с вами найти общий язык. А люди не могут найти общий язык. Это когда один пытается, а другой не хочет. Скорее всего, они не пытаются. Если бы ты слушался, если бы ты слушался. Молодой человек, еще раз повторюсь, еще раз повторюсь, да? Значит, я выношу решение об отмене опекунства. Вы едете домой, забираете вещички, складываете. Уезжаете к органам опеки. Они у вас приемник-распределитель. А там уже решают, куда вас дальше. Не надо отменять опекунство. А как я могу это сделать? Это если только ваша бабушка... Просто взять и... Нет, я не могу просто взять и что-то такое сделать. Понимаете, что я не могу... Руку на деду поднял. Можно такое терпеть. А завтра на меня поднимет. Нельзя перенести это опекунство на другого человека. Есть другая бабушка. Нет, я не орган опеки. А органам опеки для того, чтобы назначить другого опекуна, это для этого нужно время определенное. И совершенно не факт, кстати говоря, что органы опеки вообще будут иметь право другую бабушку назначить опекуном. С Бабленой я общался. Пытались мы найти общий язык. Но дело в том, что они сами не хотят выслушать меня. Я поняла, да. Будьте добры, пожалуйста, в свидетели. Да, да, ваше честь. Пригласите, пожалуйста, у нас свидетеля-ответчика. Свидетеля-ответчика, войдите. Здравствуйте. Да, представьтесь, пожалуйста. Я Лазутина Мария Петровна, вторая бабушка. Я согласна взять Максима к себе. Просто у меня сейчас временное недомогание. Я два месяца тому назад потеряла мужа. И меня это немножко из колеи выбило. Прекрасно, вы выздоравливаете. Но я приложусь в усилие. Но пока под надзор органов опеки. Пусть пусть подживет. Ну не в интернат же его отдавать. Ну нельзя его в интернат. Мы его вообще потеряли. Мы его не спасем тогда. Там его и токсикомали. Истец, истец, истец. Да ваш наркоман не научится. Нет, наркоман. Истец, значит так. А постоянно маму кто оскорбляет? Так, если вы сейчас поразмыслите, вот вы сейчас, если поразмыслите, найдете причину, по которой можно отложить судебное разбирательство. Я уверена, что я встану на ноги и возьму Максима к себе. Если я к вами, вы определитесь, 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 как истец. Это не так, и Максим у вас такой же станет. Ушел для вынесения решения. Прошу всех встать. Далее в программе. У нас потолки почернели даже в квартире. Чушь собачья, чушь собачья. Да на вас святой водой брызнуть, вы зашипитесь. Черная магия. Коты, колдуны, зловещие снадобья. Нет, это не фильм ужасов. Это жизнь соседей, чьи судьбы переплелись в одно разбирательство в суде. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования истца, взражение ответчика по заявленным исковым требованиям, опросив несовершеннолетнего и свидетеля ответчика, административный иск удовлетворяет и выносит решение об отмене решения органа опеки и попечительства об отказе в освобождении истицы от исполнения обязанности опекуна в отношении ее 13-летнего внука. Суд выносит решение об обязании органа опеки и попечительства освободить истицу от исполнения обязанности опекуна. Суд отменяет решение, которым истица отказана в освобождении от исполнения обязанности опекуна, потому что фактически истица отказывается от исполнения принятых на себя обязательств. В настоящее время истица, с учетом ее состояния здоровья и сложности поведения внука, уже не справляется с принятыми на себя обязанностями опекуна. Между ребенком и опекуном отсутствуют отношения, необходимые для нормального развития воспитания ребенка, что сделало практически невозможным процесс воспитания, который должна была осуществлять истица. При таких обстоятельствах и с учетом того, что опекун назначается только с его согласия и может быть освобожден от исполнения обязанностей по его просьбе, в соответствии с правилами части 3 статьи 35 и части 2 статьи 39 Семейного кодекса Российской Федерации, в данном случае опекунство отменяется и, следовательно, суд выносит решение об обязании органов опеки вынести решение об отмене опекунства. Здесь органы опеки вам, ну, как подсказка может быть, вам еще пригодится, поскольку у вас полноценного обследования физического и психологического состояния подростка не было, то есть вы могли заявить ходатайство об отложении судебного разбирательства для того, чтобы представить полностью вот это заключение, ну, как некий такой промежуточный вариант, как способ, по крайней мере. А поскольку такое ходатайство вами не заявлялось, суд вынужден вынести решение в отношении отменное опекунство, но на самом деле это прям, знаете, не наручники в машину на самолет и куда-то улетел, ну, вот сейчас договаривайтесь со своей второй бабушкой, договаривайтесь с органами опеки, потому что, я думаю, что эстет заинтересована, чтобы как можно быстрее вы собрали свои вещи. Но на самом деле и обращение к органам опеки, и к вам обращение. Мне кажется, 13 лет такой возраст, когда уже человек вообще способен отдавать отчет в своих действиях. Поэтому найдете ли вы с внуком общий язык, мне сказать сложбу. У меня не складывается такое ощущение, что вы найдете общий язык с внуком. Нет, это все было раньше, и это было давно. Зачем вы так говорите? Знаете, молодой человек, в этой ситуации все зависит от вас. То есть если тип вашего поведения, который был здесь, вы перенесете на такое же будет точно поведение у второй бабушки, кто сказал, что у вас вторая бабушка, примерно так же не будет происходить весь этот процесс. А там уже вам пойти будет совсем некуда. Суд огласил свое решение, делай запрет. Прошу всех встать. Решение суда. Иск удовлетворить. Меня сейчас теперь обсуждать все будут, что родная бабушка отказалась от внука. Но уже дальше-то куда? Кто нас поймет? Что делать-то дальше? Так даже лучше будет. В интернате он исправится, может быть. К сожалению, суд нас не услышал. Ребенок отправляется в госучреждение, и никто уже не может дать гарантии, что Максим не повторит судьбу своих родителей. Это самое полезное телевидение. Смотрите внимательно. Сожители – это юридическое понятие. Записывайте. С очень давнишних времен было принято такое решение, что дети, рожденные в течение 300 дней, после того, как мужчина ушел воевать, они признаются ребенком этого мужчины. Специально для зрителей программы «Битва за будущее». Бесплатная юридическая консультация. Ты знаешь, ты знаешь, что ли? По-моему, тебе уже пора в дурку. Что за среды? Это вообще смешно просто. Каждый день с 14 до 15 на нашем телеканале. Истец Борис Горинский предъявляет иск о компенсации вреда здоровью его сына. Ответчик Антонина Шаповалова с иском не согласна и считает, что семья истца сама довела ребенка до плачевного состояния. Итак, пожалуйста, истец, обоснуйте ваши исковые требования. Ваша честь, дело в том, что я действительно требую, чтобы наши ответчицы наконец взыскали эту сумму 50 тысяч рублей, потому что я уверен, что именно благодаря ее стараниям, в кавычках, мой сын понес большой вред здоровью. У него сейчас хроническая бессонница, хроническое нарушение сна и невроз. Сумма, которую я требую в иске, она взята не случайно, не из головы. Мы делали важную процедуру, которая называется полисомнография, где специалисты-сомнологи изучают сны. И по результатам анализа специалисты-сомнологи действительно подтвердили, что у моего сына большие проблемы со сном, и у него невроз. Вот. А вся история, собственно, началась с того, что случилось на нашем балконе. У нашей уважаемой ответчицы есть замечательный кот. И как-то раз мой сын, Стасик, он играл на балконе, и совершенно случайно, резко, неожиданно выскочил кот соседский, и ее соседский кот. А он, я прошу прощения, очень страшный, потому что у него нет одного уха. Да, конечно. И он выскочил на моего сына. Сынишка его как-то случайно толкнул. Вот. Он упал, что-то повредил себе. На следующую ночь мы все спали всей семьей, и я услышал из комнаты сына крики какие-то. Я прибежал туда, и сын мне говорит, папа, меня какая-то тетя душит. И, к сожалению, это повторилось на следующую ночь и на последующую ночь. То есть каждую ночь он плохо спал, ему с ней здесь кошмары, кричал, с утра его тошнило. Но, так как у нас вроде как тогда еще более-менее отношения с Антониной поддерживались, я обратился к ней, потому что она вроде как травница. Всегда обращался к Борису. Ну и в этот раз обратился. Вот, обратился к ней и попросил сделать какую-то успокаивающую настойку или там успокаивающий сбор травиной, чтобы моего сына как-то немножко привести в хорошее состояние. Но после приема ее травок... Конечно. ...ничего, к сожалению, не вышло. Вот. Я позвонил сразу маме своей. Когда она спросила, чем пробовали лечить, я сказал, что я взял настойку у нашей соседки. Вот. Она сразу закричала, заволновалась. Ни в коем случае больше не пои, потому что, скорее всего, она туда вот на настойку что-то подмешала. Конечно. Вот. Через некоторое время я пришел в гости к маме, потому что она посоветовала мне вылить воск на испуг. Вот. Что сделаете еще раз? Вылить воск на испуг. Это такая процедура, когда в прозрачную чашу с водой выливают воск, и на конкретного человека показывает этот воск формой, чего человек боится, в чем причина его страхов. По итогу появился этот замечательный код на воске. Я хочу приложить к делу фотографии. Видите, я так хочу себе просто представить. Там решение, решение суда. И с вами представлены фотографии гадания на воске. Воск показал кота по этому. Ты серьезно, что ли? Ваша честь, можно поясню? Я понимаю, что это смешно звучит, но мы на хрустальном шаре тоже проверили. И все немножко то же самое. Я извиняюсь, может быть, это действительно правда немножко странно звучит. Но так или иначе, во-первых, вред это то, что постоянно нашего сына чем-то пыталась опоить. Мы сами обратились. Мистика оккультная называется. Ну, вы же сами обратились. Я понимаю. Просто я уверен, что именно благодаря ее действиям, вредным для здоровья моего сына, ему вот сейчас он в таком состоянии находится. А как вред? В чем конкретно выразился? У него невроз. У него натуральное расстройство сна. Он не может спать. 50 тысяч. Как вы посчитали? У меня есть чек из той лаборатории. То есть это стоимость анализа? Это стоимость этого анализа. Через судебного пристава. Передайте, пожалуйста. Так, пожалуйста, ответчик. Вам смысл исковых требований понятен? Понятен. Ваша честь, я Шаповалова Антонина Николаевна вот сразу просто так разнервничалась. Такую нелепость несет вот мой сосед Борис Горинский. Ну, не знаю, белиберда какая-то. Это просто я. Поэтому, простите, я вообще-то не ведьма, не колдунья никакая, чтобы вот вред ребенку причинять. Я фельдшер по образованию. Я окончила медучилище, фельдшерское отделение. Много лет работала в обычной больнице фельдшером, потом медсестрой. Потом ведьмы решили стать. Нет, я увлекалась травами всегда, собирала их, да, потому что я верю в травы и знаю действия их на человеческий организм, еще будучи работая в больнице. А когда вышла на пенсию в 2000 году, решила уже как бы заняться, ну, с пользой тоже для кошелька семейного. Прошла специализацию, закончила курсы расширенные по фитотерапии, получила лицензию, оформила действующую на право ведения частной деятельности. И соседей, надо сказать, вот, ну, стараюсь как-то безвозмездно даже оказать какую-то помощь. Только здоровье соседям портите, да, маленьким детям? Борис всегда оказывал помощь и травой, и советами, всегда. Спасибо. Вот, и рада была Бориса, когда он женился. Взял женщину с ребенком, и я была рада, что в его доме зазвучит детский смех. Вот, и Ирина была прекрасная жена, и сейчас она хорошая жена, и Стас, мальчик прекрасный. Где-то месяца четыре назад, вот, обратила внимание, просто обратила внимание, что мальчик вздрагивает, когда видит меня вот на лестничной площадке. Я подумала, что что-то, может быть, ну, как кто-то напугал, а тут и Борис подошел. Вот, мальчик плохо спит, Стас, дайте какую-то траву там, допустим. Ну, вот, понятно, почему вздрагивает, да? Я приготовила сбор. Я приготовила лечебный сбор, как это положено. Нас учили вести документацию правильную, делать сборы с учетом детского возраста. Все по граммам. Это обычная ромашка, пустырник и валерьяна. Там ничего такого сложного. И я даже сама, мне кажется, потому что у меня был такой разговор, посоветовала к сомнологу обратиться, Борису. Ну, дайте мне, пожалуйста, ваши сертификаты, подтверждающие право заниматься этой деятельностью. Это мой диплом об образовании. Ведьмам дают сертификаты нынче. Я занимаюсь только тем, что я знаю прекрасно. А вы даже с этой громовкой соблюдаете? Я никогда не противопоставляю себя. Все равно, ручки наговорят. Медициня традиционно не противопоставляю. И всегда своих, допустим, пациентов прошу посоветоваться, если мне что-то непонятно, со своим лечащим врачом, если есть какая-то аллергия, хроническая заболевание. Понятно. Никогда не противопоставляю. Так, вы просили свидетелей с вашей стороны, да? Пригласите, пожалуйста, в зал свидетели сца. Свидетели сца, войдите. Такая аура, прям чувство, негативная аура, вот прям вот с той стороны идет. Вот прям это чувство сразу. Галина, надо духами пользоваться, чтобы не чувствовать. Ответчик. Простите. Представьтесь, пожалуйста. Ваша честь, я Горинская Галина Сергеевна, мать Бориса и бабушка Стасика. Вы знаете, я пыталась на нее подействовать ее же методами. Бороться с ней. Сделала тоже травяной сбор защитный. И мы этим сбором поили Стасика. Не помогло. Понимаете, не помогает. Это такая сильная ведьма, что через стену воздействует. Свидетель, свидетель. Через стену воздействует, понимаете? И все наши желания, все наши труды сводит на нет. У нас потолки почернели даже в квартире. У нас потолки. Чушь собачья. Чушь собачья. Да на вас святой водой брызгать, вы зашипитесь. И зашипитесь. Ваша честь. Вы понимаете, я с ней по-хорошему пыталась поговорить. Оставь мою семью в покое. Тем более ребенка. Оставь. Нет. Злобой дышит, понимаете? И все вокруг отравляет. Все вокруг отравляет. Галина, голову в ключи. Включи голову. Ну просто помнишь. У меня голова всегда на плечах. Всегда на головах. А вот ты всегда прикинешься такая тихоня. Овечка, овечка. А на самом деле нутро у тебя гнилое. Ваша честь. Я считаю, что вот иск моего сына удовлетворить вы обязаны. Обязаны. Потому что здесь напрямую воздействие негативное ее. Понимаете? Она месть. Месть, понимаете? Натуральная месть. Подождите, свидетель. Негативное воздействие или неправильная дозировка отвара? Так она нашептала, наговорила, натворила этот отвар. Наговорила. Непонятно, что она там сделала. Какая-то, ну просто это, я не знаю, мистика оккультная. Ну а почему-то же это случилось. Ваша честь, я вам даже пример приведу. Она увела от меня моего первого мужа. Боже мой. В гости ходила раньше редко. В гости ходила редко. А тут приходит, смотрите, с коньячком, с коньячком приходит в гости к нам. А у меня как раз давление таблетку выпила. Думаю, ладно, не буду пить. Муж мой выпил. Как вы думаете? На следующий день все. Потянула его туда, к ней. И ушел. Ушел навсегда. Причем, просто обыкновенный коньяк. Да никогда я в жизни не поверю. Точно-точно нашептала, наговорила и все. Приворошила мужа моего. Ушел. Ваша честь. А сейчас теперь мстит вот за кота. Они же ведьмы всю жизнь. Кот, это же для них же все это. Вы понимаете? У каждой ведьмы свой кот. Был бы хороший кот, упал бы на четыре лапы. А это ведь кот такой же притруханный, как и она. С третьего этажа расы. С третьего этажа. С каких этапов, чтобы кот расы упал и прям пострадал? А вы думаете, почему она возмущается? Она же клиентуру свою потеряла. Конечно, потеряла. Потеряла свою клиентуру. Как это? К денежкам. И вообще хотела сама подавать. Соседи говорят, что поехали туда в Египет. Поехали на Бали. Поехали везде. А теперь все, денежек нет. На пенсию теперь будешь жить. Вот она и запереживалась. А почему денежек нет? А потому что это сам клиент. И от нее поняли, что это за человек. Что это значит? Даже соседи с ней не здороваться. Понимаете? Конечно. Очень некоторые только. Соседи поняли, что это и натура такая. А остальные прям со смехом с ней разговаривают. И передают ваши все эти наговоры. Мы просто уже были на одном ток-шоу, на котором мы обсуждали эту ситуацию. И там специалисты, конечно, признали, что действительно она тоже виновата. Ваша честь. Паранормальность. Да. На передаче есть такая паранормальная явление. И что она отравит моего сына? Ваша честь. А зачем вы здесь-то делаете? Как? Зачем? Ну, там признали. А здесь тогда... Извините, а кто будет возмещать убытки? Вот там специалисты, которые признавали. Извини меня. 50 тысяч, вы знаете, это только уже... А сколько еще потратится на здоровье ребенка? Понимаете? Вы прекрасно знаете, что у нас какая медицина. Я слова знаю. Да, там заключение специалиста, судебная экспертиза, медицинская судебная экспертиза, фонографическая судебная экспертиза, психолого-психиатрическая судебная экспертиза, психиатрическая, строительная, техническая, оценочная. Ну, много видов экспертиз. Вот паранормальная экспертиза, как это сказать, видимо, литмическая экспертиза, таких не знаю. Ну, это вот ей нужно психиатрически еще экспертизу сделать. А вы понимаете, ей нужно. Можно мне слово сказать? Нормальчик такой никогда не сделает. Вот я, во-первых, конечно, понимаю, Галя, что злоба твоя не кончилась после того, как Володя ко мне ушел. Мы с ним живем уже 40 лет. Ой, да живи ради бога, господи. А ты, между прочим, сразу нашла себе замену. Через две недели пошел другой. Баба с возуком были легче, как говорится. Ради бога, живи на здоровье. Милые дамы, давайте о воспоминаниях о мужьях вы как-то... Ваша честь, простите. Вы без меня это выясните. Суд удаляется для принятия решений. Прошу всех встать. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд заслуживает исковые требования и сца возражение ответчика по заявленным исковым требованиям. Опросив свидетеля со стороны и сца и рассмотрев все представленные документы и доказательства, в иске о возмещении вреда здоровью считает необходимым отказать. Суд не удовлетворяет требования и сца взыскания с ответчицей расходов, понесенных им на медицинское обследование, лечение сына, потому что вредь, причиненной здоровью лица, возмещается лицом, виновным в причинении вреда. Виновными признаются действия, являющиеся административными правонарушениями или уголовными преступлениями. Ответчицы не признаны виновны в причинении вреда здоровью ребенка, а именно в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 пункта В статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть в совершении покушения на убийство малолетней, ни в чем ее обвиняет истец, утверждая, и никакое это не успокоительное она им давала, а смесь, чтобы ребенка извести. Также ответчицы не признаны виновны в совершении административного правонарушения, заключающиеся в нарушении правил содержания домашних животных. В данном случае утверждение истца, что проблемы со здоровьем у его малолетнего сына возникли в результате действий ответчицы, основаны только исключительно на его предположениях. При таких обстоятельствах оснований у суда для удовлетворения заявленных исковых требований не имеется. Истец и ответчик, суд огласил свое решение, дело закрыто. Уже и на судью подействовал. Решение суда. В иске отказать. С решением суда категорически не согласен, но у меня есть еще некоторые доказательства, и будем обращаться в суд еще. Спасибо судье Дмитриевой, что не удовлетворила иск Горинскому, но вот мы с мужем уже думаем об обмене квартиры, потому что с такими людьми я уже поняла, что лучше не связываться. Не оставляйте детей без присмотра. Они даже не видели, что девочка беременна. Срок 16 недель. Не думайте, что дети ничего не понимают. Ты хоть баску своей думала, когда при дочке это делала другим мужиком. Не надейтесь, что предательство сойдет с рук. Исполнится ребенку 18 лет, и обязательно придет к своей бывшей маме, бабе, и задаст им вопрос. И какой же вопрос он задаст? Почему его предали? Смотрите, как Елена Дмитриева спасает наших детей. Так, все молчат. Дайте возможность сказать ребенку, пожалуйста. Каждый будний день с 14 до 15 на нашем телеканале. Папа, папочка, пожалуйста, возьми меня, Димир, пожалуйста. Я ведь на улице останусь. Битва за будущее. Дело закрыто. Жаркое лето. Редактор субтитров А.Семкин